Всем привет! Итак, что же такое состояние потока? А самый главный вопрос, как же легко, просто и самое главное, быстро входить в состояние потока? Что же такое состояние потока? Состояние потока, когда наши намерения, наши спонтанные действия, наше пространство и наше состояние едины, и у этого объемного процесса нет никаких препятствий. То есть мы чувствуем себя очень легко, у нас нет никаких противоречий внутри, то есть мы тотально спонтанны в текущем действии, и мы максимально эффективны. То есть у нас нет никакого груза сомнений, у нас нет никакого груза неуверенности и так далее. Но если человек регулярно живет какими-то прошлыми проблемами, и он постоянно в них погружается, то есть он по факту, сегодняшними мыслями, обращаясь в свое прошлое, формирует точно такое же будущее. И вот большинство людей, они уже с утра загружаются какими-то не очень позитивными состояниями, и в таком состоянии мы не можем быть продуктивными. А состояние потока – это в первую очередь наша продуктивность, когда у нас дела делаются, вот как семечки щелкаются, или как орехи, и мы не испытываем трудности. Когда-то я был на одном тренинге, и ведущий тренинга рассказывал про своего брата, который проводит по 10 терапевтических сессий в день, и он у него спрашивает, слушай, а как это тебе удается, почему ты не устаешь? Он говорит, слушай, я с утра вхожу в это состояние, все время нахожусь в этом состоянии, целый день с пациентами работаю в этом состоянии, и вечером выхожу, я даже не уставший. То есть наши энергетические затраты на решение наших задач, на достижение каких-то вот дневных целей, они сильно снижаются, потому что у нас нету отягощающих причин. Что такое отягощающие причины? Наши сомнения, наша неуверенность, состояние неопределенности, состояние, чувство обиды, чувство вины, чувство стыда, состояние того, что я там, то есть имеется в виду низкая самооценка, я недостоин, внутренний критик, внутренние противоречия, вот это все есть отягощающие моменты. Если мы в моменте не можем абстрагироваться от того, что с нами произошло в прошлом, то мы не можем зайти в состояние потока, потому что у нас есть вот эти гири или вот эти вот чемоданы без ручки, которые мы таскаем, да, как бы, что и нести тяжело и выкинуть жалко. То есть мы никак не можем расстаться со своим прошлым и с теми ошибками, которые мы называем ошибками, и нас это постоянно контролирует, да, мы постоянно об этом думаем, мы возвращаемся, и нам кажется, что что-то можно было бы сделать лучше, то есть мы начинаем заниматься самоедством и так далее. То есть вот это все отягощающие состояния. Поэтому первый шаг к переходу в состояние потока – это состояние расслабленности в теле в первую очередь. То есть мы должны быть полностью расслаблены в теле, и мы должны быть в балансе эмоционально-чувственном, да, то есть мы должны быть спокойны, то есть у нас не должно быть каких-то деструктивных мыслей. То есть мы должны находиться в таком равновесии, в балансе в мире с самим собой. Вот. То есть, например, что легко делать? У меня на канале есть два видео, связанные с переходом в альфа-состояние. Собственно говоря, в принципе, альфа-состояние – это очень хороший момент, это очень хорошая техника, позволяющая нам начать день вот с нужного состояния, да, то есть что мы входим в альфа-состояние утром, сразу после пробуждения. И мы, допустим, визуализируем себе не только идеальный итог нашего дня, но мы ещё визуализируем, ну не просто визуализируем, а чувственно это проживаем в теле, в каком мы будем состоянии действовать, насколько мы будем энергичными, как мы будем действовать с энтузиазмом, какой у нас будет подъём в предвкушении того, что сегодня мы выполним раз, два, три, четыре, пять задач, и в каком состоянии удовлетворения мы будем по итогу дня. Вот, это вот такая первая история, как мы можем себя подзарядить, и потом мы отслеживаем в течение дня, как нас эта история поддерживает в нужном состоянии. Вот, следующая техника, следующий момент, как мы можем перейти в состояние потока, она вообще очень простецкая, она вообще абсолютно всем подойдёт, особенно тем, кто, может быть, не знает, как входить в альфа-состояние. То есть, что мы делаем? Мы вспоминаем свои потоковые состояния в прошлом, и через тело, и через эмоции входим в это состояние, то есть, мы как бы через тело это вспоминаем, не мыслями, а телом вспоминаем, и как бы воспроизводим это состояние, и начинаем из этого состояния действовать. Простой пример, например, когда мы находимся в состоянии потока, когда, например, у нас завтра начинается отпуск, сегодня последний день на работе, и сегодня нужно огромное количество хвостов закрыть, и что у нас есть дедлайн, то есть, сегодняшний день вечера, последнее время, когда мы должны всё успеть, и мы в режиме вот такого аврала становимся максимально продуктивными, то есть, мы тотально собраны, мы предварительно перед этим вечером вообще проработали все детали, мы сфокусированы, мы не отвлекаемся, мы не тупим в соцсетях, мы тотально заняты вот такими продуктивными делами. И к вечеру мы обнаруживаем, что мы, в принципе, сделали в 3-4 раза больше, чем обычно. Почему? Потому что мы как раз и находились в состоянии потока. И через воспоминания мы, в принципе, можем эту историю воспроизвести, заякорить где-нибудь, например, на указательном и большом пальце состояние это, и потом, чем чаще мы воспроизводим это состояние через якорь, тем мы легче в это состояние входим. То есть, тем меньше времени надо нам и нашему телу, чтобы в это состояние включиться. И это очень хорошо работает. Если на вас хорошо воздействует какая-то музыка, которая вас заряжает, используйте музыку. Если вас заряжает какой-то фильм, смотрите с утра фрагмент этого фильма. Если вас заряжают какие-то позитивные фразы, читайте эти позитивные фразы. Если вас заряжает какая-нибудь книга, какой-то фрагмент в этой книге, читайте эту книгу. Смотрите, чтобы, первое, в состояние потока можно зайти только в состоянии релакса, расслабленности тела. В состояние потока мы можем зайти только тогда, когда мы нацелены на что-то в будущем. То есть, на реализацию наших планов, на визуализацию достижения наших целей. То есть, что мы делаем? Мы помогаем нашему бессознательному, мы помогаем себе этим состоянием настроиться на нужный сценарий развития событий. Потому что, если мы исходим из каких-то прошлых событий, где был какой-то стресс, разочарование, обиды и т.д. и т.д., то, о чем мы уже говорили, тогда по факту, сегодняшними мыслями, обращаясь в прошлое, мы выбираем в своем будущем точно такой же сценарий, который был у нас в прошлом. То есть, мы проецируем прошлое на наше будущее. Если же мы фокусируемся на чем-то новом, если мы фокусируемся на состоянии предвкушения того, что мы что-то достигнем, если мы фокусируемся и визуализируем что-то важное и значимое для нас, и это нас изнутри как бы поджигает, тогда мы можем войти в состояние потока. В принципе, конечно же, есть и другие техники, которыми вы можете воспользоваться. Если вам не трудно, вы можете воспользоваться, вы можете поискать в интернете, а может быть, мы проведем какой-то тренинг, если будут желающие. Можно воспользоваться кругом совершенства, очень хорошая техника, чтобы войти в состояние потока. Также мы можем использовать технику кинотеатра, для того, чтобы тоже войти в это состояние. И я думаю, что еще есть ряд каких-то техник, которые могут помочь нам войти в это состояние. Еще одна очень интересная история, когда мы из рамки проблемы переходим в рамку задачи. Как я могу это решить? Что мне для этого надо? То есть мы не утыкаемся в проблемы, а мы ищем решение. То есть когда мы находим решение или несколько решений, тогда мы тоже начинаем воодушевляться, потому что когда у нас есть решение, мы себя чувствуем более уверенно. И если вы будете какой-то делать набор из всего того, о чем я здесь поговорю, то естественно ваше состояние потока будет совершенно другим. И какой еще очень такой маленький интересный момент. утром прямо сделайте что-нибудь небольшое, но что-нибудь такое, после выполнения чего вы будете говорить «Я молодец». Например, прочтите книжку, если у вас нет привычки утром читать книгу. Например, пройдитесь 10 минут утром по свежему воздуху. Сделайте что-то, сделайте какое-то маленькое действие, в результате которого у вас появится вот такое воодушевление, что вы что-то уже с утра сделали. Когда мы что-то с утра делаем и видим результат, например, мы утром встали, умылись, вышли на улицу и прошлись 10 минут. Мы хорошо продышались, мы прогнали кровь, наши мозги ясные, мы в позитиве, и у нас появляется желание еще что-нибудь сделать, а потом у нас появляется желание еще что-нибудь сделать. И вот уже вот этот вот процесс состояния потока, он уже запущен. Так тоже можно сделать, это тоже работает. То есть пробуйте вот так, вот так, вот так, потому что вариативность, она всегда позволяет найти именно свою стратегию, как входить в состояние потока. Вот такие есть небольшие лайфхаки, Вот такие есть небольшие наблюдения, замечания и личный опыт. Пользуйтесь, давайте обратную связь. Возможно, после этого видео вы гораздо чаще будете в состоянии потока. И, собственно говоря, ваша жизнь начнет меняться в лучшую сторону. На этом все. Пока.